Алексей Герман родился 20 июля 1938 года в Ленинграде. Сын писателя Юрия, Георгия, Германа и Татьяна Александровна Ретенберг. В 1960 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, гитмик, мастерская Григория Казинцева, руководитель курса Александр Музиль, работал в Смоленском драматическом театре. Затем, в 1961-1964 году, в Ленинградском большом драматическом театре с Георгием Товстоноговым, с 1964 года, второй режиссер, затем режиссер-постановщик киностудии, Ленфильм, его фильм «Проверка на дорогах», пролежал на полке 15 лет и был выпущен на экран только во время перестройки. В 1985 году избран секретарем Союза кинематографистов СССР. В 1990 году организовал киностудию «Спиев», студия первого экспериментального фильма. И до своей смерти в 2013 году был ее художественным руководителем. С 1998 года А. Герман ввела авторскую мастерскую на высших курсах сценаристов и режиссеров. С 2010 года. Президент Санкт-Петербургского международного кинофорума. Алексей Герман скончался 21 февраля 2013 года на 1975 году жизни в клинике военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга от почечной недостаточности. Похоронен 24 февраля на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Осенью 2013 года посмертно удостоен премии Римского кинофестиваля «Золотая капиталистская волчица» за вклад в киноискусство «Лефитай Мачи» в «Ментаварт». Церемония вручения состоялась в Риме 13 ноября в рамках мировой премьеры финальной ленты Германа «Трудно быть богом». Награду приняли вдова режиссера Светлана Кармолита и его сын Алексей Герман-младший. Организаторы «Смотра» отметили, что впервые в истории европейских фестивалей было принято решение присудить подобную награду. Ушедшему из жизни кинематографисту, организаторы более известного Каннского кинофестиваля просили у семьи германов разрешение на включение «Трудно быть богом» в основной конкурс, но получили отказ.